привет дорогие друзья вы на канале колдун блог с вами катеров танки сегодня у нас будет бой на вот таком вот замечательном британском челленджере это по сути птшка да если разобраться то это средний танк по большому счету британцы как и американцы имели свойство обзывать птшками по сути танки у них разделение было такое по функциональному назначению да то есть если танк скажем так планировался как техника для уничтожения вражеской бронетехники то соответственно это птт если это полноценная боевая машина многофракционально то соответственно этот танк вот назывались американцами селховидзерган да то есть самоходное орудие противотанковое неважно артиллерийское самоходное артиллерийское орудие вот и естественно там орудия с навесной траектории были предназначены в основном для и как правило это большого калибра орудия были предназначены для уничтожения живой силы и укреплений и тому подобное а уже такие с орудиями длинноствольными с более настильной траектории уже считались техникой противотанкового направленности для борьбы с бронетехникой вот эти занимаем мы вот эту позицию она довольно таки интересная для башенной пт я уже в видео про не арчера про ахиллеса это рассказывал вот видите есть возможность вот так вот дать что-то откатиться единственное что альфа маловато ну вот эти уроки вы запоминаете то есть то что работала на хиллесе то работает на челленджере то уж тем более будет на червейтере работать и будет работать прекрасно там вообще и пушка покруче и альфа повыше то есть там вообще вариантов для проявления своих способностей как у такого пт-вода опытного с знанием башенных пт-шек там предостаточно но здесь я так стараюсь слишком не подставляться потому что вот эти они они у нас имеют свойства они они у нас они имеют свойство стрелять фугасами которые эта машина не очень любит но ничего нельзя сказать что она одна из самых незащищенных но в любом случае не любит она эти фугасы особенно когда башню прилетает она же интересно что башня сзади имеет 200 миллиметров брони спереди все 50 там с копейками так этот ведь у нас наконец-то началось какое-то прикрытие и уже стою здесь ждут думаю ну-ка дашь вот эти вот ребятушки начнут стрелять в него уже под свет идет ну здесь видите и плюс и минус этой позиции что если уже тебя здесь зажали то ничего особо не сделаешь некуда тут бежать вот но это происходит только когда союзники вот так пассивничают и не лезут вперед вот если по не полезли по линии 2 да то сюда естественно никто не прошел ну а здесь вот я выполняю такую функцию активного разведчика на вот он фугас прилетел сразу несколько критических повреждений но у нас обычная ремка поэтому естественно ремонтировали только боекомплект здесь уже понимаю так терять особо нечего союзники какие-то немножко пассивная в общем что мне тут делать в этой ситуации вот я вперед потому что сейчас он меня точно уничтожил врубаю авто наведение и начинаю ходить видите естественно стреляю голдой потому что на других вариантов здесь быть не может противники только-только сориентировались где я что я вот и получилось что они попали в такую как бы ситуацию когда они зажаты с двух сторон здесь бы мне надо было бы развернуться и уйти вот сюда но я замешал делаю шот и все танка уже закончилась прочность но тем не менее еще по моему свету уничтожают этого противника то здесь у меня такая функция была саппорта да то есть находясь далеко не вверху таблицы да и на завидно на завидомо не самом крутом танке да тем не менее удалось показать довольно таки неплохие результаты вот здесь у нас видите бакс камера это после последних патчей такая штучка появляется периодически камера иногда вообще первое делать на 360 градусов то есть смысл вы поняли да не надо теряться даже если это городская карта у вас пт которая в общем то предназначена в основном для открытых пространств для стрельбы и засад с использованием маскировки максимально вот есть места где можно неплохо играть себе и показывать достойный результат хотя опять же повторюсь что ну не сильно любят у нас челленджера честно говоря и не воспринимает как серьезную технику но естественно ему дочеретиру по на гипучести далеко тем не менее имеется у него свои плюсы о которых я уже расскажу и отдельно в гайде вот по этой технике вкратце могу сказать что у него просто шикарная вертикальная наводки отличная динамика он маневренный он быстрый вот и имеет хорошую скоростренность при этом достаточно неплохой и экономная по затратам орудия 70 фунтовая которая умеренная альфа неплохой пробой и при этом можно довольно таки быстро набивать дамаг единственное что немножко не хватает пробития базовыми бронебойными там 171 да и в том уровне боя куда мы попадаем этого зачастую не хватает но в любом случае из голда на 243 пробуя так что по крайней мере ущербными вы себя точно чувствовать не будете если правильно будете понимать что эта техника может что от нее можно требовать на этом у нас все если понравилось ставим лайки подписываемся и до новых встреч пока